Александр, какая вещь сегодня ключевая в вашем работе? Это промо, хайп, это клиентский путь, что из этого? Все эти три вещи безусловно важны и они между собой взаимосвязаны. Когда мы говорим про промо, это нарастить продажи прямо сейчас, то есть совместное взаимодействие с поставщиками. Когда мы говорим про клиентский путь и про клиентский опыт, это здесь, сейчас мы делаем такие улучшения, которые в будущем принесут плоды по улучшению клиентского счастья. Ну и хайп, конечно же, важен, потому что это привлечение внимания, вовлечение нашего гостя, клиента, взаимодействия и установление с ним тесного контакта. А как именно вы определяете ключевые клиентские пути? Ну, у нас есть очень глубокий аналитический подход, который позволяет нам, во-первых, ответить на очень важный вопрос, а кто же наши клиенты, где мы понимаем их потребности, их время визита, их миссия визита. И на основе вот этого упражнения мы формируем те самые клиентские персоны, каждый из которых обладает своим уникальным клиентским путем. И это позволяет нам очень правильно распорядить усилия, которым прикладываем к улучшению каждого из них. Ну, вы также проводите НПС-опросы ваших покупателей. Вот что они вам дают и насколько это масштабно сейчас у вас в сети? Ну, у нас есть несколько видов НПС-опросов. Во-первых, мы спрашиваем наших постоянных покупателей, то есть держателей карты лояльности, здесь, сейчас, насколько им понравилось последнее время, ну, последний визит в магазин. Вот. И это очень масштабная история, в которой уже участвуют более 50% магазинов по всей России. Вот. И также мы сравнимся с рынком, безусловно. Что нам это позволяет понять? Какие конкретно зоны для улучшения в магазине нам нужно исправить как в моменте, так и в сравнении с рынком. А как это устроено? То есть это, это они с помощью какого-то устройства на кассе отвечают или это к ним приходит на телефон? Как это происходит? После выхода из магазина в течение 15 минут нашим клиентам поступает либо СМС-уведомление, либо пуш-уведомление из нашего мобильного приложения, либо имейл, да, и другие каналы, где как раз есть ссылка на анкету, которая составлена по принципам, где есть вопрос NPS и ключевые драйверы CSI или точка удовлетворенности и счастья нашего гостя. И вот на что влияет эта собранная обратная связь? То есть есть какие-то реальные кейсы, где вот то, что пришло от покупателя, реально помогло что-то исправить, изменить, улучшить? Конечно. Мы это используем в нашей повседневной работе, и поэтому у нас есть программа, которая называется «Обратная связь», программа продуктов, вот, которая как раз направлена на то, чтобы правильно понять, о чем нам говорит наш гость, чем он удовлетворен или какие у него есть замечания, и правильно направить усилия для того, чтобы это все поменять. Вы также недавно запустили такую вещь, как «Шпионский клуб». Расскажите, вот какие-то результаты первые уже? Я буквально скажу два слова про «Шпионский клуб», что это новый способ вовлечения взаимодействия гостя и компании, в которой мы даем, по сути, мини-квесты прохождения, которые наш гость может пройти в нашем магазине и за это получить небольшое вознаграждение. Вот. На сегодняшний день у нас уже охвачено более десяти тысяч магазинов, участвует в «Шпионском клубе», и у нас более двух тысяч активных пользователей «Шпионского клуба», которые выполняют по две, три, четыре проверки магазинов абсолютно разные тематики. Это и маркетинг, это и обслуживание, это и различные вопросы по нашему оборудованию, по работоспособности. Ну вот, поэтому, да, результаты очень хорошие. А что еще в фокусе вашей работы, помимо обратной связи с покупателями? Какие еще вы форматы используете для работы? Мы активно увлекаем наших гостей в управлении ассортиментом, в рамках которого у нас есть мобильное приложение, и гость, который воспользовался картой лояльности, может оценить свои товары, которые он приобрел за последний месяц. Все эти оценки суммируют, собираются, и на основе этого мы принимаем решение о том, какие позиции мы будем продвигать, а какие, наоборот, с низким рейтингом мы планируются к выводу. Вот. Также у нас в рамках программы обратной связи запущен большой цифровой контур продуктов, которые позволяют настроить исходящую и входящую, точнее так, входящую и исходящую обратную связь с нашими гостями. Что это значит? Что нашему клиенту должно быть удобно обратиться в любом удобном канале для него. Это значит, что мы должны поменять процесс внутри компании таким образом, чтобы своевременно предоставить нашему гостю обратную связь, опять же, в удобном для него канале, в очень ограниченное количество времени, чтобы он получил ответ, и, возможно, даже с компенсацией, которая, как мы знаем, очень позитивно влияет на то, каким образом наш гость будет относиться к нашей компании в дальнейшем. Но, поскольку мы находимся на конференции поставщиков, то последний вопрос связан с ними. Вот. А если говорить о работе с поставщиками в части маркетинга, то какие ключевые их потребности или особенности вы могли бы выделить? Ну, это, безусловно, совместные акции с нашими поставщиками, с нашими партнерами, которые позволяют на основе нашего CEP сформировать продукты и акции, отвечающие нашей стратегии как компании и потребности наших потребителей. Вот. И успех в этой работе заключается в том, что мы должны уметь слушать друг друга и слышать и действительно создавать уникальные продукты и предложения, которые будут понятны и востребованы нашими клиентами. На чем вы планируете делать акцент в будущем? На росте качества того, что мы делаем. Как в диджитал пространстве, что мы должны быть максимально, обеспечить максимальное присутствие в нашей диджитал среде. Безусловно, на клиентском опыте, как долгосрочное наше развитие. Программа лояльности. И, конечно же, это доверие. Доверие как основной фактор того, что наши гости должны чувствовать, что они нам доверяют и мы тоже также оказываем доверие. Спасибо за уделенное время. Спасибо.